Приехал очень известный человек, сейчас сказал... Иди ты... Сейчас сказал, покажу что-то. Та-та-та-та... И где ж это... Где ж эта сказка? Где ж она? Как я ждал этого дня. Не, я один, я думаю. Белый волк спрашивает, какого дня? Светлого дня? Нихрена себе! Да ты шо, вообще, блин, а шо ж тут... Да ее же нельзя узнать практически. Денчик. Она в рапторе. С эмблемой. Слышь, я видел у всех, у волчат такие маленькие эмблемки. А у тебя большая, все правильно. Ох, а сбоку какая модная. Нихрена себе, друзья. Вот это мы удачно начали день. Такая красота приехала. А и диски тут покрашены. Да, единственная... Единственная проблема этой машины, знаешь, какая? У нее нет проблем. Да, есть, вес. Вес. Ну и передняя, передняя это... Трансмиссия, да, правильно сказать? Подвеска. Ну, подвеска. Рулевая. Рулевая, подвеска и трансмиссия, да? Нет, трансмиссия что? Ну, как-то шрусы, там, полуоси такое. Да, редко, ну, ломают. Редко, да? Ну, так где-то. Рулевые тяги, да. Раз 8 из 10. Рулевые тяги, да. Блин, так а что это? А внутри что там? Пока ничего? Внутри что? Все как было? Покажи, давай, кто не видел, покажем. Давай, кто не видел. А, там разобрано? Да. Да не, все тут красиво, как и было. А сзади что? В багажнике хоть покажи что. Тоже как было? Там что-то новое, я чувствую. Нет, ничего. Ого, какая люстра сзади. Нет, она всегда была. Да, вот это серьезный человек. Так а технически что-то ты доделал? Технически? А что, технически она подготовлена? Не, ну, может что-то доработал. У меня 100%. Может что-то... Лучше сознайся сразу, потому что я все равно узнаю. У меня есть диверсанты в твоих рядах. Они мне все равно расскажут все. Брызговики, ты видел с брызговиками какие у вас проблемы? Ты хоть смотрел видео с триала? Да. Да? Да. И что? Так надо вот такие брать брызовики. Это брызовик танковый Сочборд. Да не, он на него наезжал, но у тебя не наедешь, у тебя высоко, да? Ну, вот так вот и нужно делать. Ну, открываешь что-то. Да ничего там интересного внутри нет. А вот какое решение. Это дублирующая. Задняя? Да, задняя дублирующая. Не, ну красиво получилось. И что там, хайджек на крыше тоже оранжевый? Обязательно. Он уже оранжевый. Давно? Конечно. Багажник. Ты багажник взвешивал этот? Да. Сколько? 15. 15? Да. Что-то не верится. Алюминиевый? Да. Блин, мы на камеру это сказали. Ну ладно, я буду надеяться, враги не найдут тебя. Алюминиевый говорит. Потому что, если бы это из стали было, можете себе представить. Это же, блин, вообще какой-то. А сразу же был стальной? Да-то да, я делал. Ну, такой типа, более традиционный, да? Да-да-да. Ну, этот классный, что он сопротивление, да, поменьше, наверное? И компактно оно выглядит. Это подводные две гайки. Это под запаску? Под запаску. Вторая запаска, если шло ремнями, тянется. Если далеко куда-то, да? А сантраки? А вот дальше? Один болт, второй болт, туда такие же болты и крепятся. Ну, болты, переварахтят, изморажки, ремнявцы, сантраки. Блин, сколько лет ты уже ее... Сколько лет как строительство? 10? 10. А же ты в 10-м ее купил? В 11-м? В 10-м. В 11-м, а, ну, да, в 9-м. В 11-м это я, да, в 10-м. В 11-м уже начал серьезно заниматься. В 10-м еще так, баловство. Блин, 9-10. Ты ж представляешь, люди смотрят, думают, сколько миллионов ты уже в нее засадил, да? Да. Это ж, если перевести, это минимум можно, блин, я не знаю, пару из классов купить было, да? Ну, БУ в хорошем состоянии. И БХУ-семерку, не одну. Зеленую мечту. Так, короче, не показывают ничего. Не, ну, внутри там все как было, красиво. Смотрите, салон тоже побаранчиво, черный. Тут тоже самое. Бутылочку он спрятал и закрылся. Автомат, коробка, 3 литра. Так, подожди, скоро же в Прилуке ехать, ты едешь? Еще нет. Когда, 11-го? Что значит нет? Тогда, 11-го ты должен... Внутрянка не готова. Ну, ты же успеешь до 11-го? Не, так что внутрянка? Ты же сказал, технически готово все. Или ты имеешь в виду, что некомфортно будет ехать? Да. А там что, второй кондиционер ты хочешь ставить? Или что ты имеешь в виду, внутрянка? Что во внутрянке? Какая? Есть еще доработки. Есть еще по мелочевке, что нужно доделать. Вот эта гордая надпись на пороге. Везде. А что-то с шинами у тебя какие-то разные. А передние и два задние. Ага. А передние тоже. Это для асфальта вариант у тебя, да? А, еще смотрите, кто не видел, я показывал в прошлый раз. Смотрите, шноркель обратите внимание какой. Вот он идет. Козырек. Козырек, он же шноркель, да, получается? Это забор. А, вот это забор. Достаточно, говорит, все просчитано, да? Да. И переход здесь. Переход широкий, ну вот по ширине всего этого. А люстра вон модная, спрятана тоже надежно. Слышишь, сейчас люстры тырят вообще. У меня уже две стырили, ты знаешь? Я купил люстру еще одну. А, чтобы тырили, пусть подавятся? Или что ты имел в виду? Нет, нет. А, запасную, если стырят? Нет, я купил, я хочу поменять. А эту? А эту ты подаришь тому, у кого украли? Или что ты хочешь? Подожди, я не могу понять логику. У люстры, которую я взял, намного больше глубина отражателя. То есть она по мощности одинаковая, тоже 10-ваттные диоды, но глубже стоят отражатели. Я хотел ее вытянуть, не могу. То есть пока не приподниму багажник, я не могу ее вытянуть. Я даже болты пообрезал сверху. А, чтобы никто вытянуть. А, вот так даже? Да, я уже обрезал болты. Слышишь, так это и мне так надо. Мне надо в салон, наверное, ее ставить, да, под лобовую. Да нет, ну стырили, с УАЗа стырили, с Гранда стырили, короче. Хорошо, хоть там колесо у меня на крыше лежит уже с субботы большое в Мегауазе. Да не знаю, лежит или нет, сейчас позвоню Вите, спрошу. Может уже тоже стырили. Оно дырявое, может не будут брать спущенное. Блин, как мы покатались. Когда ты приедешь на оффроуд? Давай хоть раз приедь, хотя бы за лето, хотя бы раз приедь на оффроуд. Ну, с нами я имею ввиду, с бородачом, чтобы как раньше, помнишь? Ты покатухи? Да, да. Ты ешь уже на соревнования. Да я знаю, что ты модный, все уже, ты, блин, с нами не это. Ну, хотя бы раз, чтобы люди тебя увидели. Слышишь, я анонсирую, скажу, блин, приедет Белый Волк. Приедут все, блин, если ты приедешь. Будет 47 машин, блин, я тебе серьезно говорю. Когда мы ездили, было и по 80 машин. Так это ж когда ты ездил, это ты перестал ездить, и люди не приезжают. Это из-за тебя проблемы в оффроуде у всех. Ну, я имею ввиду, массовости нет. А не, ну, это уже много сильно, но я имею ввиду, что... Нет, что, по 50, по 60 машин. Ну, такое оно немножко... Ну, если какая-то поляна, и там все катаются, это да. А когда едешь по маршрутику какому-то, даже в том же нескучном, то когда, блин, даже 20 машин, я тебе скажу, ну, это уже такое, начинается дурдом, блин. Потому что, ну, ты проехал, и пока все проедут, ты ждешь по часу от каждую лужу. Так, ну, давай что-то еще расскажи фолловерам про машину. А, лебедка давайте, елки, самая ж... Тоже покрашена. Да, движок. А где движок? Денчик. Что? А где движок? На профилактике. Замена подшипников, замена щелка. Блин, я уже так аж сердце заколол, я думал, украли. Так, а драгоновский, да, движок? Или какой? Да, 9 лошадей. 9 лошадей? Да. А он у них на каких-то лебедках стоит, да? Да, та, которая у них в 18 тысячи... А, на 18-ке стоит такой движок? Ого. Не, ну, там Прилуки нас ждут, конечно. Они там анонсировали, говорит, серьезное будет мероприятие. Ну, у них всегда серьезное мероприятие, а там не серьезного. Масеме 50 лет. Плюс, короче... А, еще и оптика. А что за оптика? Какая-то другая или нет? Не, другая, да, 3 дюйма. Хэйла. Хэйла? Да, стекло. Не, а... Что? А, линза Хэйла? Линза Хэйла, да. А остальное это родное или что? Не, родное. А, перепаковывал, красил. Разбирал, и я его красил. Ого. Маска родная, но я ее перекрашиваю. Короче, по-взрослому ты под... Ой, тут... Слушай, если эти тебя увидят, создатели бренда, они же будут предъявлять тебе, ты видишь? Какого бренда? Митсубиши. А где ты видишь Митсубиши, бренда? Где? Ну, типа внешне или только сходство отдаленное. А, нет, это Митсубиши, естественно. Да, такого фаната Паджеро Спорт. Таких в мире мало. Блин, как красиво отсюда она выглядит вообще просто. Когда-то и я Гранчероки. Сейчас, короче, сорву просмотров на твоем видео, понял? И на сорванные бабки реанимирую Гранчероки. И он тоже будет еще красивее. Не, ну красивее сложно, но хотя бы такой же. Так, что, все. Скажи, что подписывались на канал. На чей? Ну, на твой, на мой. У Белого Волка, кстати, канал справа в описании. Не в описании, а на главной странице. У меня справа есть его канал. Так что можете тоже зайти. У него там чуть-чуть есть видео, да? Немного. Да, чуть-чуть есть. Интересно. Там можете зайти, посмотреть, подписаться. Только соревнования. Поддержать. Да нет, ну там и покатухи есть. У тебя же давно он-то. Да, покатухи есть, да? Ну, конечно. Наверное. Когда-то слышишь, я смотрю на твой канал, и у тебя было там что-то 3000 или 3000 подписчиков. А у меня там что-то человек 300. Я смотрю, думаю, блин, как мне до 3000 или там до сколько, как у него хотя бы подписчиков набрать. Да, да, ну давно это было. Вот лишь какие мысли у тебя были. А мне вообще по барабану. Сколько там подписчиков? О, там есть, кстати, видео, где ты меня спасаешь, Белый Волк, где ты? Я там кричу все время. Да, есть. На танковой я раздулся. Ну, это давно, сколько лет? 6-7 назад, наверное. 2012 год. 2012? Да, 2012 год. Ты точно помнишь? Да, 2012 год. Ты был тогда на УАЗе на 42-х. На 40-х. Или на 40-х багирах, да. А, на багирах нет, 37-х. Там еще были у меня другие, да. Есть эти багира. Так, все, подписываемся на канал, поддерживаем, ставим лайк. Вот такая обалденная машина. Я думаю, вам понравилось. Холикрут. Смотри, все такое разобранное. Тихо. Дети смотрят. Разобранное. Кому это интересно? Я вам покажу. Я не удержался, короче, заманил. Не заманило. Да выключи, да я хоть поставлю. Поставь, давай. А потом... Блин, красиво тут все. Количество приборов он начал рассказывать. В прошлые разы, я не помню, попало в кадр, когда ты про приборы говорил. Что тут, блин, пару разъемов вынята, господи. Просто... Кондиционер включай, жарко. О, включил. Кондиционер снял. На спортивной машине на кондиционер. Глянь, у него даже белый волк на этом. Да. А, это это. Куда тебя провести? Да вокруг квартал просто. Прямо направо-направо вот так и вернемся. На это же место. На Фоксах. Блин, как мы ехали с тобой с этого, когда... Направо вот тут. Когда с Прилук последний раз тут направо. С Прилук, когда ехали, после... Что там было? Оторвано все было. Вообще страшно было. 60 было страшно ехать реально. По ровной дороге. Так, температура масла в двигателе. Разрежение в коллекторе впускном. Что там еще? В общем, все, что... Все датчики. Температура в коробке. Температура... Где еще температура? Температура масла в двигателе. Масла в двигателе, вот. Температура охлаждайки двигателя, вот. Да, температура всего разрежения. А сколько на правильное разрежение в коллекторе? Ну, в принципе, на горячую еще не прогрелась. Минус 0,5, минус 0,6. Ага. Ну, вот, минус 0,5. Минус 0,5. Да, приборов. Подожди, самое фантастическое, что ты говорил, это давление в рампе насоса, да? Да. И сколько сейчас? Сейчас 2,4. Ну, опять же, не прогрето. А сколько? Ну, это нормально. 2,56. Минимум. Минимум? Норма, да. Ну, норма. Да, 2,56. Но дело в том, что стоит Валбру насос, вот, который давит 250 лошадок. 250, производительность 250 литров в час. Да, 250 литров. Но, как бы, давит по заявленному 3,0. Но дело в том, что когда идешь 120, он показывает 3,1, 3,2 насос давит. Ага. И из-за этого насоса всегда был расход приблизительно 21,20 литров. Вот, только насос поставил, из-за этой производительности расход упал где-то на литр, на полтора. То есть, 18,5-19 расход. Это по трассе? Да, 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 это по трассе. А вот... Не, не, это смешанное. Смешанное? Смешанное, не, это смешанное. Лямбда же все ты сделал? Ну, 2 передних, задние евро отключены. Не, я понял. Не, основные, передние. Не, не, система впуска, впрыска, все идеально. А газа же нету у тебя, ты же на бензине. Да. Белый Волк по-серьезному это. Это не наше. Ну что, поехали. А, максималку ты пробовал, ну вот уже в тюнинге? Что-то ты мне говорил, я не помню. Не, ну как бы в Борисполе езжу 120, 130. Нормально 130, да? Да, да, нормально. Не, можно попробовать, ну зачем? Ну, 150 пойдет, ну 160 может быть. А когда была, подожди, ты мне говорил... И ограничения, да? Не, 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 все, никаких ограничений, ничего не срабатывало. Просто больше не едет, да? Да, минута, две. Ну, это когда стоковая она была. Стоковая, да, 196 шла. Да, вот так вот. Вот такой аппарат. Температура всего, везде. Полный контроль, короче. Ну, все нужно. Ну да. Давление в шина, говорит, с температурой в шина. Да. Блин, не видно, правда, ничего мне. Но не важно. Ну, видишь, заднее. Главное, оно есть. Заднее, левое, 1,9 нужно подключать. Сколько стоит прибор? Я не помню. Ладно, пока, спасибо. До встречи. Пока.